Мы играли с серьезным противником и действительно важно было, чтобы ребята перед стартом чемпионата сыграли приближенное время к игре, 90 минут. Так и получилось. Да, опять пропустили со стандарта, но я думаю, что самое важное сегодня было желание ребят, отдача. Я думаю, мы получили то, что хотели. Были моменты, создавали моменты. Опять же, обе команды находятся в разном физических кондициях, потому что все-таки и они играли по тайму, и у них чемпионат не скоро начинается. Я сегодняшней игрой, во всяком случае, доволен. Во втором тайме вышли свежие люди, и, конечно, сначала им было немножко полегче. Но я рад за ребят, что они взяли мяч на контроль, и я считаю, контролировали игру. К сожалению, не выиграли этот матч, но я считаю, что сейчас это не так важно. Действительно, было видно, что команда готова к сезону, и будем надеяться, что в первых играх мы это продемонстрируем. Цурикова поменял Калитвинцев, Калитвинцева поменял 16-летний Цыганков. С чем это связано? Вы ищете исполнителя на эту позицию, или опять игровое время предоставлять? Ну, если вы заметили, то Олег Гусев не играл. К сожалению, у него проблемы со здоровьем, не смог участвовать в этой игре. Если вы логично посчитали, все сыграли по 30 минут, которые играли вчера. Ну, собственно, еще есть вопросы по кадровой ситуации. Для того мы делаем такое количество игр, чтобы проверить каждого исполнителя. Если вы заметили, то очень много было арендованных ребят играло, и, наверное, после этой игры будем делать какие-то выводы. И это будет как и сегодняшняя игра, так и вчерашняя была действительно подведением каких-то итогов. И сейчас сядем с президентом и будем решать, кто останется в киевском «Динамо», кто, наверное, куда-то попадет в аренду. Сейчас я не могу об этом сказать ничего. Судя по сегодняшнему составу, Сергей Рыбалка себя хорошо зарекомендовал на сборах. Вы ему доверили место с первых минут на поле? Ну, к сожалению, у нас нет всех игроков. Сергей, если воспользуюсь своим шансом, я ему его предоставляю. И я уверен, что Сергей тот парень, который не будет останавливаться на достигнутом и будет прогрессировать. Во всяком случае, я на это надеюсь. Президент клуба сказал, что матч за Суперкубок Украины будет неким тестом. В плане того, что, если потребуется, будет кадровое усиление. «Динамо» сделает необходимые покупки на трансферном рынке. В любом случае, усиление требуется. Оно всегда требуется любой команде. Особенно команде, которая борется за самые высшие награды. Будем встречаться с президентом. Наверное, это вопрос не только кубкового матча. Потому что все-таки, повторюсь, к сожалению, некоторые игроки, которые были на чемпионате мира, или еще не вернулись, или еще не в той форме, которой мы хотим. И, конечно, все хотят выиграть Суперкубки, но, наверное, не любой ценой. Суперкубки Суперкубки